О траве Виктор Цулуки разговаривать может часами, даже в дождь. Он гринкипер, главный человек, отвечающий за газон на стадионе Фишт. Семь дней в неделю следит за тем, чтобы травинки не вырастали больше двух с половиной сантиметров, а температура держалась на отметке плюс 20 градусов. Нельзя допустить и заражение бактериями, опасными для живого покрытия. Семь-восемь человек следят за полем, постоянно уходят. А у меня выходных нет. Кстати, почву для нового футбольного поля, как конструктор, собирали по всей России. Песок из Краснодарского края, часть земли из Ярославской области. Газон проектировался под конкретную климатическую зону. Сердце любого футбольного стадиона, его поля. За газоном здесь следят без выходных и в любую погоду. Траву подстригают каждые два дня. А в пасмурную погоду рост зелени стимулирует специальные ультрафиолетовые установки. Важно избегать резких перепадов температур, поэтому по периметру поля установлены специальные датчики. В общем, на этом стадионе продумано все до мелочей. Тут даже ливневые решетки именные. Но трава всего лишь верхушка айсберга. Под ней сложнейшая дренажная система, которая уходит на 2,5 метра вглубь. Только труб для подогрева газона пришлось уложить 32 километра. Теперь на этом стадионе, уверяют проектировщики, круглый год можно играть на натуральном покрытии. Любой тропический ливень на любой промежуток времени, объем водоприемный справится. В течение 20 минут вся влага любого тропического ливня должна уйти из поля. Я думаю, у нас она и не образуется. Фишт по-своему уникален. Олимпийскую изначально нефутбольную площадку удалось переделать в современный игровой стадион. Создали новое поле, увеличили вместимость арены. Теперь стадион одновременно сможет принять почти 45 тысяч болельщиков. В том, что вся работа идет без боев, лично убедились вице-премьер Виталий Мутко и губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Они спустились под трибунные помещения, посмотрели газон и поднялись на зрительские места. Это очень оригинальный будет стадион и интересный, он будет особенный. У нас все стадионы немножко будут со своими. Это южный, южный стадион. Приехали представители четырех сборных, всем очень понравилось. На стадионе в Сочи уже заканчивают ремонт одних из самых важных помещений футбольной арены. Раздевалки команд. Полностью готова святая святых, душевая. Практически завершена и зона выхода игроков на футбольное поле. Первый этаж западной трибуны, ее середина. Здесь через такие раздвижные двери команды будут попадать в прекрасный тоннель и выходить непосредственно уже в игровое поле. Северная и южная часть будут установлены соответствующие скамейки. И здесь открывается основной обзор. На открытой части совещания по подготовке Кубку Конфедерации и Чемпионату мира по футболу, которое прошло на стадионе Фишт, губернатор Кубани назвал сроки сдачи арены в эксплуатацию. Все работы строительные на стадионе завершены. Все идет по графику. Планируем 28-го, еще раз подчеркну, сдать стадион, приступить к пусконаладочным всем мероприятиям, работам. Здесь хочется отметить, что наши болельщики, нашей сборной, вот хорошую игру при плохом стадионе могут простить, а вот плохую игру при хорошем – никогда. Однако готовыми к Кубку Конфедерации, который стартует в июне, должны быть не только стадион, но и тренировочные площадки, гостиницы, транспортная инфраструктура. Виталий Мутко и Вениамин Кондратьев посетили сегодня комплексы предматчевой подготовки, которые после Чемпионата мира по футболу в 2018 году должны стать детскими спортивными базами. Однозначная позиция, что сегодня создается для Чемпионата мира, останется для нашего детского спорта. Это серьезные деньги. После Чемпионата мира мы никогда их не возьмем и никогда уже такого не построим. Сам вице-премьер высоко оценил подготовительные работы в Сочи к Кубку Конфедерации и Чемпионату мира по футболу. В целом мы оцениваем готовность краевой инфраструктуры, города Сочи достаточно положительно. Тренировочные площадки в самом Сочи на высоком уровне готовности и я абсолютно уверен, что в апреле месяце они будут сданы. А остальные вопросы каких-то тревог не вызывают, были сложности технические, какие-то вопросы, они будут решены. Мне нравится, что есть уже здесь дополнительное наследие, которое будет отдана на эти тренировочные площадки, которые будут на детскую и спортивную школу. Это то, что будущее останется в Сочи. А уже в ближайшее время определится соперник сборной России по футболу в тестовом матче. Возможно, это будет сборная Бельгии. Игра пройдет 28 марта и станет первой для арены Фишт. Александр Иванченко, Мария Крошная, Денис Перец, Денис Москаленко, Кубань-24, Сочи.